Это совещание Вениамин Кондратьев не случайно собирает в разгаре зимы. В это время года дороги, конечно, не реконструируют и не ремонтируют. Но, к сожалению, уже стала традицией, что сезон этих работ приходится как раз на открытие еще одного, курортного, подмечает губернатор. В этом году отдыхающих в крае ожидается еще больше. По прогнозам, турпоток увеличится на 30%. И многие предпочтуют путешествовать на автомобиле. А значит, эту возможность им нужно обеспечить, сразу обозначает свою позицию глава региона. Январь месяц, снег на дворе. Ну, давайте реально сегодня обсудим все наши проблемы, чтобы мы могли вовремя их решить. Потому что в мае месяце уже говорить будет что-либо поздно. Как летний период наступает курортный, у нас вся техника на дорогах находится. Климат нашего региона позволяет приступить к активной фазе и строительства, и ремонта, и реконструкции уже, можно сказать, ну, по крайней мере с марта месяца, с первого марта однозначно. Как бы не со второй половины февраля. Давайте просто приступать и не разговаривать. К Черноморскому побережью сегодня ведут два основных маршрута. Трасса М4 Дон, Краснодар-Джубга и А146, Краснодар-Новороссийск. По этап на участке этих дорог постоянно ремонтируют. Проводят работы в основном летом. Поэтому автопутешественники вынуждены стоять в многокилометровых пробках. В прошлом году губернатору пришлось лично вмешиваться в ситуацию, когда ремонт затянулся в Денском и Кореновском районах. Чтобы история не повторилась, Кондратьева интересует, что необходимо сделать для увеличения пропускной способности дорог к морю. Что на Жугу, что на Новороссийск у нас проблемы только тогда, когда эти автомобильные дороги будут первой категорией по три полосы движения в одну сторону, в каждую из сторон. По трассе М4 Дон в крае без препятствий можно проехать сотни километров. Однако чем ближе к морю, тем уже дорога. Перед селом Дефановка остается всего две полосы. Через такое горушка на дороге в сутки может проехать около 12 тысяч автомобилей. До конца года этот участок планируют расширить. При этом капитальный ремонт ничуть не должен помешать движению. Мы не будем препятствовать движению. То есть как две полосы оставались, так они и будут. Треверсивное движение мы также вводить не будем. У нас будет уширение. То есть мы, сделав одну полосу, соответственно будем капитально ремонтировать другую полосу. И как только мы сделаем разностороннее трассирование, мы приступим к капитальному ремонту еще третьей полосы. То есть конец года у нас вот объекта эксплуатации. Свободными дороги должны быть не только к морю, говорит Кондратьев, но и крупным городам. Особенно это касается подъездных путей к Краснодару. В Кубанскую столицу ведут семь автомагистралей. Самым проблемным вот уже не один год остается въезд со стороны Елизаветинской. Реконструкция этого участка трассы и строительство развязки начали еще три года назад. Но вот сроки окончания работ уже не раз переносились. Почему документы не в суде по Елизаветинской трассе? Несколько раз переносились сроки. Почему за это никто не отвечает? Если подрядчик не несет никакую ответственность. Вот сегодня кто сидит за столом, дайте мне четкие ответы, понимание, когда застся Елизаветинская трасса, подъездная к Краснодару. А если она опять по каким-либо причинам не будет сдана, тогда кто несет сегодня и сидящих за этим столом ответственность? Вот я четко хочу это понимать. Вот ровно три дня срока. Разберитесь и доложите. Многокилометровые пробки скапливаются и на въезде в Новороссийск. Сегодня идет проектирование новой трассы. С каждым годом в морском порту увеличивается грузооборот. И если не построить дорогу, то наступит транспортный коллапс, уверен глава края. И тогда виноватых искать уже будет поздно. Сегодня не говорить надо делать. Вот не говорить делать. Людям и туристам, которые будут ехать в наш край, и жителям, которые живут в Краснодаре, в Новороссийске, им абсолютно неинтересно, чья это зона ответственности. Им важно, чтобы они ехали беспробочно, комфортно по этим автомагистралям. Чтобы выполнить эту задачу, губернатор поручает создать стратегию развития дорожной сети. Своего рода это карта, где будут указаны все проблемные участки, нуждающиеся в реконструкции, а также обозначено строительство новых магистралей. Это позволит уйти от ремонта дорог по частям и не доводить их состояние до критического, когда исправлять ситуацию придется одновременно с приемом отдыхающих. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.